Наконец детская поликлиника, которая держит только дети. Сотрудники Одинцовской детской поликлиники не скрывают радости. Теперь всю площадь четвертого этажа занимает отделение функциональной диагностики и консультирования. Кажется, что нет ничего проще, чем освободить территорию занимаемой сторонней организации. Однако руководству управления здравоохранения пришлось приложить немало усилий, чтобы решить вопрос переезда зубопротезного отделения в другое помещение, ведь там тоже люди, пенсионеры. Теперь на территории, где раньше делали голливудские улыбки бабушкам и дедушкам, обследуют юных Одинцовцев. Во многом это позволило уйти от лишних рентгеновских обследований и одновременно выйти на новый уровень диагностики. Кабинет ЭКГ оснащен новой аппаратурой. Теперь здесь можно провести электроэнцефалографическое, эхоэнцефалографическое или спирографическое обследование сосудов головного мозга внутричерепного давления маленького пациента. В кабинете у таларинголога появилась сурдокамера, где теперь есть возможность проверить остроту слуха у новорожденных. Обустройство кабинета акушерогинеколога предполагает определенные стандарты, и теперь он тоже на четвертом этаже. Довольно своим новым пристанищем и врач-ортопед. У нас есть аппарат по доскам для измерения степени плоскостудия у деток и сканы по замочке для измерения степени сколиоза. В самом дальнем и тихом кабинете на четвертом этаже теперь и врач-кардиолог. Переоценить важность открытия, казалось бы, лишь нескольких кабинетов невозможно. Ведь работая в условиях колоссальной перегрузки, врачи рады каждому новому метру. В Одинцовском районе почти 58 тысяч детей. Не секрет, поликлиника работает как районный диагностический центр. Сюда едут малыши со всего района. К тому же увеличилась рождаемость и миграция. Врачи не исключают, что с формированием диагностического отделения и приобретением новой техники поток пациентов только увеличится. Но это не перечеркивает радость и осознание, что теперь при необходимости направить малышей на лечение ведущей институты они будут полностью обследованы. Основное финансовое бремя по ремонту и оснащению новых кабинетов векло на бюджет Одинцовского района. Спонсоры помогли с приобретением мебели. Но говорить все рано. Медтехника постоянно совершенствуется. И врачи мечтают о новом, разработанном специально для детей, аппарате ультразвукового исследования, кальпоскопе и многом другом. Я хотел бы обратиться сегодня ко всем руководителям поселений нашего района. Все одними руками сделать очень трудно. Только консолидация усилий позволит наполнить эти прекрасные стены, позволить нашим прекрасным специалистам, а это значит позволить нашему детскому населению, нашим маленьким пациентам рассчитывать на высокотехнологическую помощь в стенах обычной районной поликлиники можно сделать общими усилиями. Сегодня детская поликлиника Одинцовской ЦРБ оснащена лучше любой подобной в Московской области. Хочется воскликнуть лишь БИС, ведь для полного родительского счастья хорошо бы еще хотя бы две таких же. Ольга Винтер, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцов.